коллеги всех приветствую на связи дмитрий вы находитесь на канале корр инвест здесь мы проводим технический разбор акций по методу волнового анализа но перед тем как начать напомню что у нас на днях вышел большой выпуск видео обзор порядка 70 российских бумаг самые популярные российские бумаги которые присутствуют на нашем рынке вы можете зайти посмотреть этот обзор целиком он длится несколько часов либо по тайм-коду найти интересующую вас бумагу посмотреть именно и заходите у нас на сайте выпуск уже выложен пользуйтесь приятного просмотра начнем с наших традиционных рынков индексы валюта сырье bitcoin на завершим выпуск обзором некоторых бумаг сегодня рассмотрим наиболее волатильные бумаги которые были на прошлой неделе ммк на 9 процентов просел за неделю себе же выросла на больше чем на пять процентов также посмотрим на все софт-лайн минус почти три процента в течение недели показал спб биржи которая просела на 6 процентов и также рассмотрим бумаги киви давайте начнем с индекса российский индекс потихоньку сегодня подрастает но в целом динамика не выдающаяся за последние несколько уже может сказать недель пару недель мы стоим на одном месте то есть начиная с конца сентября когда мы в моменте отскочили пика достигли 2 800 80 плюс минус и вот затормозили встали в такой неуверенности нерешительности на уровнях две семьсот тридцать две восемьсот большим по индексу мосбиржи как это характеризовать если рассматривать с позитивной точки зрения то у нас явный наблюдается первый зигзаг на bc и если считаем что у нас будет развиваться все в позитивном ключе у нас есть такой вариант что если у нас это все такие большая коррекция то волна b вот это вот она может быть двойным зигзагом то есть первый зигзаг мы уже видим перемычка x и еще один зигзаг завершить это движение где-нибудь в районе 300 плюс минус мы можем дотянуться 3-300 это вот такой позитивный сценарий второй вариант также позитивного сценария то что мы наблюдаем полное завершение коррекции в волне 4 точнее полность полное завершение коррекции волне 2 то есть нас вот это вот полностью не не только волна а полностью коррекция завершена уже здесь и тогда получается у нас идет но давайте на фьючерсе на индекс посмотрим идет расширяющаяся диагональ первая вторая третья четвертая пятая и тоже мы где-нибудь в районе скользящих средних в принципе что тот что другой сценарий подразумевает еще одно движение в район 3-300 по индексу мосбиржи это если мы рассматриваем что у нас все хорошо и идет позитивный сценарий но но я бы отметил еще есть вариант когда движение вниз не завершено и собственно первая волна а коррекция к ней волна б уже случились и сейчас мы начинаем движение в рамках волны c с обновлением минимумов которые были в сентябре этого года тогда движение вниз может быть достаточно существенным цели его пока ставить проблематично но явно мы можем идти на уровне но 2 200 в легкую и можно даже ниже оказаться то есть там 2 200 плюс минус туда можем сходить на чем и как это будет происходить пока говорить рано но факт остается фактом что сейчас явно неопределенность на рынке и участники не могут сделать больших ставок не на рост не нападение мы пока пребываем в неопределенности по доллару давайте посмотрим что происходит на этом рынке здесь продолжается полномерное движение наверх и судя по всему это движение не завершено я вот здесь вот нарисовал твой канал пока его фиксировать тяжело потому что мы не знаем окончание третьей волны и вот это вот верхняя граница этого канала ваще плавающим но схематически пока будем обозначать так то есть мы видим первое второе и вот сейчас развитие третьей волны которая еще не закончилась что можно посмотреть внутри этой третьей волны как ее можно развиновать ну скорее всего вот это было первое плоская вторая если у нас вторая плоская тот 4 у нас либо резкая должна быть либо треугольником если у нас 1 2 3 внутри вот этой большой 3 случилось и начинается движение такое боковое то скорее всего это нарезка это никак не похоже здесь может развиваться какой-то треугольник не исключено что a b c d e мы какой-то треугольник здесь получим и завершим его движением еще одним наверх в район 100 рублей может небольшим как раз завершится третья волна после чего можно ждать там коррекционную волну скорее всего плоского типа четвертую и еще один заход наверх в рамках пятой волны там тоже надо будет пока с целями подождать будем смотреть за развитием ситуации в текущий момент но как бы то ни было движение идет наверх и судя по всем параметрам движение наверх может еще сохраняться напомню что какие факторы здесь влияют это цены на нефть и ставка со стороны центробанка ставка повышающаяся она вроде как должна подпитывать и поддержку рублю оказывать но то что ставка уже в крайне 20 процентов и очевидно может быть даже выше этого параметра ближайших заседаниях она наверно больше не успокаивает не внушает уверенность в рубле а скорее наоборот инвесторы и участники рынка опасаются что процессы инфляционные в стране трудно контролируемые и какой-то момент этот процесс может выйти из-под контроля соответственно повышение ставки не приводит к такому нужному эффекту который центробанк ждет в какой-то момент это может быть такой самоподдерживающая спираль когда инфляционные ожидания начинают друг друга подогревать и инфляция уже начинает становиться сама сбывающееся пророчеством понятно что центробанк всячески этому пытается сопротивляться но с другой стороны высокие ставки начинают негативно сказываться на ситуации в бизнесе и лоббирующие интересы бизнеса элементы во власти они конечно будут явно сопротивляться повышению ставки особенно сильному какой-то момент станет выбор перед тем но бог с ней с инфляцией но у нас хотя бы бизнес не будет банкротиться мы давайте уже ладно пойдем по сценарию аргентины турции там экстра которых инфляция традиционно двузначные значения года от года имеет если не тройзначные но вот собственно говоря бизнес худо-бедно как-то будет в этих реалиях существовать посмотрим как это будет развиваться в любом случае факторы для рубля не самые благоприятные и движение наверх может продолжаться говорю еще раз главное если этот процесс не выйдет из-под контроля центробанка если это произойдет движение наверх может случиться весьма весьма существенным гораздо более смелые цели можно будет ставить чем мы здесь прогнозируем дать посмотрим на нефть что происходит на этом рынке здесь идет полномерный нисходящий тренд пока он не сломлен что это такое по структуре это явно не импульс у нас первая и четвертая волны пересекаются это либо диагональ либо который сегмент вот сейчас 5 мы завершающие ждем вниз либо как я уже на прошлом выпуске говорил не исключено что у нас расширяющаяся диагональ уже случилось вот такая первая вторая третья четвертая и финальная волна 5 самая мощная и сейчас идет какой-то разворот но разворот также надо сказать неуверенный идет какое-то зигзагообразное движение то есть если у нас и разворот то он явно не будет прям взрывным каким-то движением наверх скорее всего здесь может быть какое-то же диагональное движение происходить и достаточно затянутое по времени что это точно пока с уверенностью говорить наверное будет рано надо подождать разрешение вот в этом моменте опять же как и на рынке индекса у нас явно неопределенность по рынку сырья наблюдается поэтому здесь можно только загадывать чтобы дальше может быть рынок золота подскажет что здесь какие здесь тенденции а вот по золоту здесь вырисовывается картинка более однозначная в плане того что рост текущий он несколько затянулся и какая-то хотя бы локальная коррекция она не исключена и вполне возможно будет в обозрим будущем реализовываться если мы посмотрим на вот скопление вот этих вот волн у нас здесь масса пятерочек видно то есть вот если большая тройка да она завершается пятой волной более большого такого параметра мелкого и еще более мелкого параметра который идет вот здесь с лето этого года если вот эти все пятые волны мы находимся в 5 внутри 5 внутри 5 внутри 3 3 то есть это самый пик движение наверх и по моим подсчетам здесь как раз диапазон вот если мы смотрим на последнюю волну которая развивается последнюю мы считать с 4 до 5 волну вот эту большую то ее цели чаще всего попадают в диапазон 0 38-0 62 от величины от 0 до тройки так как она начинается с 4 волны 5 волну то есть вот эта вот величина должна соответственность величине полного размаха от 0 до тройки пропорции 38-62 процент и вот этот диапазон он обозначен мы уже 38 прошли и в полотну и приближаемся к диапазону 62 процента это 2 800 там 20 накруглять вот это вот как раз цели которые могут стать существенным препятствием для движения наверх текущие котировки 2 793 не понимаю что до 2 820 остается считанные но там процент движения наверх поэтому здесь надо быть аккуратным и не исключать что какое-то движение вниз вполне себе возможно произойдет в долгосрочном плане опять же повторюсь с инвестором по золоту переживать не о чем здесь долгосроки на недельных графиках мы ждем очень сильное движение наверх но в моменте локально мы можем увидеть эту четверку после большой третьей волны который может вернуть котировки внутренних четверок вот этих вот это 2 300 там где 2-2 300 для 400 мы можем сказать сходить ну 2 800 вполне неплохая коррекция такая локальная но в глобальном масштабе она не видит какой-то катастроф завершение по общем рыночным движением давайте посмотрим что происходит с биткойным с цифровым золотом и вот здесь тоже некоторые такие интересные моменты происходят у нас продолжается запил в таком непонятном коррекционной фазе течение уже сказать уже больше полугода с весны этого года непонятно и такое движение в бок идет с широким диапазоном размаха понятно что исторические максимумы здесь 270 тысяч и резким пиковым движением вниз у нас было вот в августе ниже 50 тысяч моменте падали как раз на стрессе связанном с японским вот этим мини кризисом когда у них там было опасение разрастание мирового кризиса быстро погасили как будто ни было у нас идет вот этот наклон на котором считаем которая была как раз на днях пробита мы сапом пытались пробиться наверх вот и вот эту линию пробили связи с этим вариант что движение наверх у нас будет преобладать сейчас увеличивается таком случае вот этот вот wxy может преобразоваться в первую вторую третью волну причем третья волна у нас получилось закончилась в июне это что у нас пик волны был не в июне а раньше в марте говорит о том что пятая волна у нас была усеченной то есть внутри если разбирать эту третью волну у нас была первая вторая третья четвертая и пятая усеченная волна которая собственно говоря после чего начинается вот этот возня в боковом диапазоне в широким процентном отношении но по динамике собственно мы не видим особого движения направленного ни в верхний низ что здесь цели для пятой волны это обновление хайов обновление исторических вершин там 80 85 тысяч 90 вполне себе можем ожидать с точными целями пока подождем ну собственно вот такой вариант тоже возможен то есть помимо того сценария что я рассказывал когда мы нас идет большая плоскость и сильное падение здесь не исключено чтобы какой-то замах наверх может произойти как это будет коррелировать с коррекцией в золоте ну конечно сложно сказать если в золоте будет движение вниз то скорее всего и по биткойна мы можем похоже увидеть поэтому пока с этим есть какие-то вопросы мы переходим к российскому рынку российским бумагам начнем с акции компании ммк монтогорский металлургический комбинат последние недели месяцы он находится под заметным давлением с максимумов майских в конце мая у нас были более 60 рублей за бумагу в текущий момент уже без малого 40 рублей за акцию то есть не более 30 процентов снижения что собственно говоря дальше мы можем ожидать по нашей структуре мы здесь ждем завершение волны 2 который идет в виде расширяющейся плоскости то есть пятая волна завершилась у нас феврале вот он импульс четкий 1 2 3 4 5 и вот abc идет движение коррекционное пока его не мы еще не можем зафиксировать но движение вниз явно уже имеет какие-то признаки завершения своего финального у нас всплеск объемов наблюдается хороший что как раз характерным для фаз завершения движения вот собственно и кульминации распродаж очень похоже что максимум который мы видели по объемам было на прошлой неделе в четверг собственно на этом движении здесь как раз собрали стопы сорвали вот этот минимум обновили те кто рассчитал что движение уже нашлось наверх здесь соответственно вышли в моменте ну смотрим наблюдаем если еще протащит чуть ниже я думаю что не намного ниже мы можем казаться в районе 35-40 рублей за акцию это уже весьма интересные уровни для формирования длинных позиций и подбора бумаги для тех кто более спокойно хочет торговать него не пытаясь поймать падающий нож здесь вот начертил линию наклонную пробитие которой и будет характеризовать разворот тренда вот когда мы от этих минимум разворачивались мы как раз до этого линии не дошли что как раз говорит о том что тренд не сломлен ну вот собственно говоря движение вниз возобновилось и мы обновляем опять минимум как только этот тренд будет сломлен если будут какие-то откаты то в этом случае их наверно стоит использовать для покупок и движение в с большей долей вероятности уже будет преобладать в восходящем направлении следующая акция которую сегодня рассмотрим это акции софт-лайн достаточно молодая бумага на рынке она не так давно представлена с октября прошлого года то есть у нас год акции на рынке и по большому счету мы не видим какого-то направленного движения всплеск покупок после айпио сменился с существенной коррекцией пытались отрасти и собственно говоря опять вернулись на те же уровни и даже ниже то есть у нас сейчас по сути историческим минимум если мы считаем за историю то что мы видим на графике после выхода на биржу компании по структуре движения надо понимать что акция она не появилась точнее компания не появилась момент выхода на айпио она существовала компания и какую-то деятельность производилась еще до выхода на биржу и структуру именно фундаментального характера то есть как что это за волны были мы расчертить не можем потому что вот эту историю мы просто не видим можно догадываться по характер движения текущему что здесь идет какой-то коррекционной фазы постоянно какие-то зигзагообразные движения происходят без выраженного тренда это характерно для коррекционных фаз и скорее всего этого какая-то разновидность четвертой волны завершение этого движения опять же можно ждать только после пробоя наклонной который мы наблюдаем вот текущий момент в принципе не так далеко до этих уровней в случае если мы их пробиваем то уже можно говорить о том что локальный тренд сломлен возможно разворот также мы видим здесь в последние дни всплеск объемов то есть появляется интерес к покупкам на этих уровнях хотя объемы конечно тут в моменте на продажах идет то есть что продавливают бумагу но как известно что у сделки всегда две стороны если продают значит есть кто-то покупает и если объем здесь появляется значит интерес здесь у покупателей в том числе есть поэтому ждем завершения вот этого движения вниз слома тренда и тогда уже можно строить какие-то планы по целям наверх пока об этом говорить еще преждевременно следующая компания которую рассмотрим это компания киви также многострадальная компания за последние годы очень сильно снизилась вот если глобально посмотреть у нас идет не просто коррекционная фаза какая-то прям вот полноценный нисходящий импульс 5-волновый если посмотреть на полное вот это движение видим полноценный 5-волновый импульс 1 2 3 4 и сейчас развивается 5 волна вопрос закончилась она или нет ну давайте посмотрим поближе варианты с шансом то что она закончилась есть теперь 2 3 4 5 и здесь уже какой-то разворот чем 5 такая она конечно урезанная и немножко невнятная но не исключено что у нас это будет не завершение пятой волны а какая-то форма там треугольника а b c d е какой-нибудь еще еще одно движение вниз вот здесь фактором который нас переломит вот этот взгляд это пробитие вершин лета этого года то есть 300 рублей там 310 акцию если мы закрепляемся выше то судя по всему движение нисходящее чем многолетние нисходящее движение уже завершено поставим пятерку и будем уже смотреть на структуру движения нисходящего строить какие-то предположения по поводу дальнейшего роста но в текущий момент еще говорю что полностью быть уверенным в то что падение закончено я бы не не был здесь еще возможно какие-то заскоки вниз поэтому будем оставлять возможности для этого следующая акция которую рассмотрим это бумаги сегежи в отличие от всех предыдущих компаний у нас которые были лидерами падения в основном за неделю сегежи за неделю круто выросла и 6 процентов прибавил за эти несколько дней и основное движение у них пришлось на начало недели понедельник вторник резкий взлет котировок и разворот достаточно неплохой произошел среду то есть тут же остудили пыл быков полностью обнулили вот этот пик роста в моменте порядка 15 процентов за день взлетела бумага и на следующий день минус 12 процентов обнулили о чем это говорит но мы в предыдущем обзоре как раз рассуждали что что в акциях сегежи наблюдается какой-то рост восстановительный тот колоссальный всплеск объемов по сути исторических максимумов по объемам про мы видели на дне говорит о кульминации распродаж и с этого момента можно строить какие-то восходящие структуры но предположим что у нас первая вторая точнее abc 1 волна сформирована и сейчас мы ждем какой-то коррекционную фазу в виде второй волны судя по всему если здесь мы видим зигзагообразные такие движения это у нас начальная диагональ может быть здесь вторая волна понятно будет тоже зигзагом и случае если мы увидим движение в район вот этой плоскости низов этой плоскости то есть рубль 35 плюс минус то есть рубль 50 в тот район то с этих уровней надо ждать разворотом это может быть вообще на низких объемов то есть когда движение вниз будет такое медленно происходить и продавцы здесь не будут встречать такого ажиотажа какого-то сфлеска объемов то как раз в этот момент ну и не исключено что будет как раз уже полный окончательный разворот наверх произведен потому что все продавцы закончились продавать уже некому в случае говорю сейчас вот эти уровни если мы пройдем и даже не сильные объемы появятся при пробитии этих отметок это будет сильным сигналом то что можем развернуться и хорошо сходить наверх поэтому по динамике здесь по процентам от мы с минимумов до максимумов волны 1 который мы здесь обозначили уже сто процентов сходили сказать порядка то есть это уже один x если мы отсюда пойдем наверх там еще несколько рисов будет и 4 рубля это может быть на предел поэтому потенциал здесь огромный риски также существенные понятно что где риск там и прибыль потенциально хорошие поэтому имейте ввиду для тех кто любит по горячее вот один из претендентов себе же очень сильно распродали бумагу и потенциал для ее восстановления здесь тоже грандиозный имеется ну и завершение сегодняшнего обзора посмотрим на компанию санкт-петербургской бирже биржа санкт-петербург за последние несколько лет тоже очень сильно пострадала бизнес связан был с торговлей иностранными бумагами понятно что после 22 года и наложения всевозможных санкций это все можно сказать накрылась медным тазом и акция в 10 раз подошвела за несколько месяцев но то что мы наблюдали с ноября 23 года это похоже на какое-то подобие попытки восстановления по структуре пока тоже тут надо будет посмотреть движение несколько рваная и неуверенным идет с такими сильными откатами но не исключено что у вас какая-то диагональ здесь наблюдается все движения идут не в виде импульсов а в виде троек соответственно как раз признаки диагонали с пересечениями вот у нас сейчас первая волна и 4 пересекаются как раз несущественно но прямо зашли да это как раз обязанность в диагоналях они обязаны пересечься и идет сейчас движение наверх вот соответственно пятая волна тоже может быть зигзагом соответственно еще одно движение наверх мы можем здесь ожидать после чего ждем коррекционную фазу в виде второй волны и исходя из цели окончания второй волны можно уже ставить долгосрочные планы нарост по спв бирже долгосроки здесь наверное все смотрится более менее неплохо акцию уж сильно перепродали если компания считает что она выжила таких условиях и не грозит не банкротства в обозримом будущем то расти и расти еще долгие долгие годы по капитализации она в несколько раз меньше чем мосбиржа соответственно есть есть куда развиваться более подробные описания компании вы можете найти у нас на сайте заходите пользуйтесь и там не только сам петербургская биржа там есть и раскладки по другим бумагам если вас какие-то интересуют можете зайти найти эту бумагу и посмотреть полный ее расклад в новом разрезе всем хорошей торговой недели на связи